Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 декабря, день Амбросия, назван в честь святого отца Амбросия, епископа Медиуланского. Прославился умением составлять гимны. Родился в городе Трири. После смерти отца переселился в Рим. Там Амбросий получил образование и крестился. По настоянию местного населения стал епископом Медиулана. Пожертвовал свое состояние в пользу церкви. Вел очень скромный образ жизни, так как дал обет нестяжательства. Совершил большое количество чудес с помощью молитвы. На Руси с этого дня и до самого Рождества заканчивались праздники, то есть в период с 20 декабря по 6 января. Девушкам сегодня полагалось шить. Перед началом работы следовало произнести молитву. Брачины и посиделки с этого дня и до самого Рождества больше не проводились. Народ готовился к Рождеству, соблюдал пост и нравственное воздержание. Приметы. Если сегодня пошел плотный и мокрый снег, лето будет влажным, с большим количеством осадков. Если снега нет, жарким и знойным. Если сегодня солнце находится в дымке, это к пурге. Солнце сегодня находится в облаках, к снегопаду. В этот день подводили итоги уходящего года. Ну а как это? Заметьте, что градус температурный, тело вырастет. Это говорит о том, что будешь чувствовать себя более-менее комфортно. То есть съел какую-то пищу, вот чувствуешь, что это какое-то пищеварение не то, что-то там какая-то зябкость или еще. То есть после действия, после приема пищи. А тут этого не будет. Так, нарезаем. Ну, желательно для того, чтобы, так как это спагетти длинные у нас, мы их нарежем более-более так. А вот помидор. В чем заключается отличие помидора от морковки? Он где растет и какой это продукт? Ну, я слышал, что бестолковый. Бестолковый, да? Он растет на поверхности, он растет летом. И летом что он делает? От высушивания он борется тем, что сам себя оводняет и охлаждает. То есть этот продукт очень хорошо есть летом, в сыром виде, он тогда будет охлаждать наш организм. А если мы его будем есть зимой, в сыром виде, тем самым мы внесем в наш организм холод, прохладу, нарушим пищеварение, и нам станет не по себе. Поэтому обязательно мы его термически обработаем и в теплом виде съедим. А есть ли такие блюда, которые можно есть зимой, но тепла от них нет? Соответственно, может их и есть не надо? Нет, блюдо, конечно, есть. Ну, фрукт какой-нибудь, вот, ешь орех, например, а с него ни холодно, ни жарко, например, зимой. Нет, орех будет немножечко разогревать. Почему? Потому что он вообще сохраняет теплоту, а с него идет жизнь. Ух ты, какая остренькая. С него, допустим, вырастает ореховое дерево, в конце концов. То есть там находится жизнь. И он за счет своей маслянистости зимой будет вытеснять сухость и холод, которые мороз в наш организм. Очень хорошо есть сало. Очень хорошо есть соленое. Вот соль приносит теплоту. Соль сразу, если пол чайной ложки взял, вот сразу жарко будет. Ну, а, конечно, не следует... А вот я вообще не ем соль. Как вы думаете, это плохо или хорошо? Ну, в смысле, у меня нет рецепторов. В смысле, у меня все равно, перчено это или солено. Или сахар тоже у меня как-то есть он или нет. Сахар есть или нет. Давай насчет соли. Да. Значит, соль. Она принципиальная, ее есть надо? Сейчас скажу. Соль, она в том или ином виде обязательно присутствует в тех или иных продуктах. То есть, в морковке есть натрий. Натрий хлопок, да? В луке есть. В цукини есть. В том же помидоре. И в тех же макаронах он присутствует. И, оказывается, его вполне достаточно для того, чтобы все это работало. Но иногда, иногда, все-таки, вот особенно животные, вроде бы они действительно тоже там едят свой этот, ну там, траву у слоны или еще там, антилопы там и прочее, прочее. Но, тем не менее, раз в год, все они отправляются к солончакам и лижут соленую землю. То есть, пополняют себя вот этими вот, будем говорить, такими микроэлементами, которые содержатся именно там. Оказывается, все-таки не хватает. Поэтому, если будет соли мало в организме человека, значит, что? Могут пучки не работать. Могут быть слабое пищеварение. Потому что вырабатывается соляная кислота с натрия. С натрия, в основном, с хлора. Соляная кислота. Поэтому, чувствуешь, что соли там не хватает, да съешь. Потому что, действительно, чувство вкуса нам и подсказывает, каких микроэлементов у нас не хватает. Так, это я подрезал, да? Теперь лучочек я подрезаю. Что касается сахара. А вот сахара, сахара, лучше какие-то продукты, которые содержат натуральные углеводы. Например, шиники. И в чем разница? Вот, допустим, если мы, скушай, скушай. Вот смотри, если мы съели сахар, оказывается, сахар сушит наш организм. Удивительно, да? Вот, знаешь, будем говорить, когда не усваивается сахар, там, при сахарном диабете, там, вместо крови течет какой-то сахарный сироп. Вот. Что крайне, крайне вредно. И человеку, человек испытывает жажду. Хочет пить, 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 пить. Вот, поэтому, и вдобавок еще, что такое сахар? Сахар не содержит ни клетчатки, он не содержит других веществ, которые нужны для нашего организма. Париж, пожалуйста, соломочка. Я тут попку отрежу, чтобы она не мешала. Как продукт называется? Это называется цукини. Он похож на тыкву и обладает примерно теми же свойствами, особенно целебными свойствами. А где растет? У нас растет. В России? Да. Выращивают в России. Я думаю, что это выходец, как и тыква из где-то Средней Азии там. Ну, теперь уже все тут выращивается у нас. Лучше его особо не очищать, брать молодой цукини. Вот, надо тут резать. Режем тонкой соломкой. Так, не просто. Смотрим, нож острый. Кстати, много, в основном вот в овощах, вот, типа тыкви, типа цукини, даже в огурцах, которые, если их есть с кожурой проверены, очень хорошо растут волосы, ногти. Поэтому это блюдо еще будет способствовать тому, что делает нас красивыми. 24-е лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая, мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового, или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости, с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok